Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. Я вам показывала уже в предыдущем видео, что у меня будет 4 новых старта. Вот один из них. Первый наборчик, который я начинаю. Какая вкуснота называется! Это мой Ричард и Мурзилка. В общем, наши домашние питомцы. У меня такая ассоциация. Я начала разлиновывать канву. Для тех, кому интересно, хочу показать, как я разлиновываю канву. Я, конечно же, уже показывала. Но все равно продолжают спрашивать. И, возможно, такое видео будет кому-то полезно. Вот таким маркером я размечаю. Куплен на Алиэкспресс. Обратите внимание, написано ватер. Ватер пен это водорастворимый. Но есть еще воздухорастворимый, который исчезает сразу после того, как вы начертили. Буквально через несколько часов он пропадает. Этот маркер. Я, к сожалению, забыла, какое слово там написано. Но нужно выбирать вот именно такое, чтобы был написан ватер. Никогда этот маркер меня не подводил. Поэтому я продолжаю им разлиновывать. Вот этим маркером уже разлиновано 5 или 6 больших работ. И все равно он не заканчивается. Я буду им размечать. Вот так я размечаю. Я пометила серединку. Отсчитала 10 клеточек в одну сторону и 10 клеточек вниз. Теперь я беру вот такой циркуль, измеритель. Замеряю расстояние. Так, у меня не на штативе камера. Мне сейчас неудобно это делать. Но у меня есть видео, я показывала. Но тут ничего сложного нет. Я думаю, все с этим справятся. В общем, вот так вы замеряете расстояние. Подкручиваете циркуль. И начинаете откладывать вниз. Помечаете маркером, сколько вам нужно. В одну сторону, в другую сторону. Ну, в общем, это происходит очень-очень быстро. И потом линейкой расчерчиваете. Если вы хотите, можете вот такие только пометочки, крестики ставить. Я полностью люблю размечать. Поэтому я еще линейкой потом прочерчу горизонтальные и продольные линии. Так, в общем, вот такой наборчик. Комплектация здесь гамма и канва и нитки. Канва, я думала, бледно-голубая. Но она насыщенно-голубого цвета. Но, в общем-то, все равно красиво. И вот такие вот ниточки. Люблю я вот такие планшетки. Единственное, что меня смутило, это иголочка. Почему-то иголочка острая. Обычные иголки в наборе всегда хорошие. А это очень острая иголочка. Мне такой иголочкой вышивать непривычно. Поэтому я ее заменю. Все. Один наборчик разлиновала. И теперь можно начать вышивать. Поскольку я его разлиновала, вышивать я начну с правого нижнего угла, как обычно. Если бы я не разлиновывала, я бы начала вышивать от центра. Я так люблю вышивать именно наборы. Как они красиво упакованы. Вот сама, если даже захочу, у меня не получится так упаковать. Как красиво они сложены. Вот именно поэтому я всегда вышиваю по наборам. Я, конечно, купила авторские схемы. По ним тоже буду вышивать. Но все равно наборы у меня это любимые процессы. Я сейчас разлиную. Третий процесс. Два уже разлиновала. И теперь приступаю к третьему. А этот наборчик, мой четвертый процесс, вышивается на канве молочного цвета. Люблю такую канву. Такой светло-светло-бежевый цвет. Приятный. Канвай здесь цвайгард. Если те три наборчика комплектуются гаммой, то наборчик золотой руно комплектуется канвой цвайгард и ниточками модейра. Посмотрите, какие красивые ниточки. Такие классные. Я люблю насладиться наборчиком, пока он еще не начат. Поскольку даже когда уже первые ниточки начинаешь вытаскивать, они уже не лежат так ровненько. Я просто обожаю. Какие они красивые. Когда комплектуют эти наборы, вроде бы их расчесывают даже специальными расческами. Некоторые девчонки говорят, что слишком коротко нарезаны ниточки в наборах золотое руно. Но я привыкла. Мне нормально. Я приспособилась к таким ниточкам. Мне в принципе нравится. Наборчики от чудесной иглы имеют один недостаток. Но это не такой уж прям недостаток. Там нитки нарезаны неровно. Какие-то длиннее, какие-то короче. И бывает, когда бленды берешь два цвета и длина не совпадает. А ниточки золотое руно идеально ровно нарезаны. Вот это вот мне очень-очень нравится. И посмотрите, какой здесь кошмар. Ну вот здесь, где фон, здесь еще такие участки зашиваются большие достаточно. А вот где начинается шерсть у собачки, это еще не самый сложный участок. Там где-то я видела сложнее. А там уже... Ну хотя вот здесь вот рядочками, конечно. В некоторых местах в некоторых местах очень-очень идут сложные участки, вот где вышивается шерсть. У меня рыжий кот от золотого руно. Там тоже рыжая шерсть. Ну в общем, и здесь у собаки я буду вышивать рыжую шерсть. Вот это единственное, что меня останавливало. У меня были сомнения начинать, не начинать наборчик. Вот именно вот этот. Ну ладно. Главное начать его в этом году. А там уж посмотрим, успею или не успею я его вышить. Ну в общем, у меня будут и рыжие коты, и рыжие собачки в этом году. Вот смотрите, какой участок сложный. Как часто здесь меняются значки. Наверняка здесь есть бленды. Вот именно из-за этого некоторые вышивальщицы не любят наборы от золотого руно, потому что они очень сложные. Но результат всегда отличный. Сколько я видела от шивов золотого руно, всегда отличный результат. Листы я всегда пронумеровываю. Квадратики все пронумеровываю. Мне так удобнее. И точно так же пронумеровываю я разметку на канве. И могу начать вышивать абсолютно с любого места. Нахожу нужный квадрат и с любого места могу начать вышивать. Ну в общем, я уже так приспособилась. С самого начала я так вышиваю. И в общем-то менять я ничего не хочу, потому что это очень-очень удобно. Если вы не пробовали, то попробуйте. И я вас уверяю, вам понравится так вышивать. Но вы должны быть уверены в своем маркере. Я в своем маркере уверена на 100%. Поэтому я могу как угодно размечать, писать, чертить. В общем, я знаю, что он у меня отмоется. Но в общем-то в наборах золотое руно полная зашивка идет. Поэтому даже если не все отмоется, то этого видно не будет. Ну хотя я в своем маркере уверена. Я так размечаю, даже если у меня не полная зашивка. На этом я с вами прощаюсь. В этом видео у меня была задача показать, как я подготавливаю свои наборчики перед тем, как начать их вышивать. Много вопросов задают, как начать, с чего начать. Я надеюсь, что это видео будет многим полезно. Большое спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok